Как одеться на лыжную прогулку? Нужно одеть специальное белье, которое нижний слой. Он выводит воду и если идет перегревание, жидкость с тела выходит наружу. Он специально используется белье односторонней проницаемости. То есть холод не идет внутрь, а перегрев организма не производится из-за того, что используется правильное волокно нити. Второй слой одежды это специальная одежда для лыжников, которая не продувается. То есть если поток воздуха холодного идет, то есть грудь закрыта и спина немножко открыта. То есть тело дышит. Самая особенность при движении с горки и в горку идет поток холодного воздуха на лицо, на грудь, на бедра. Для того, чтобы защитить, нужно специальную одежду, которая защищает тело от охлаждения и не дает ему перегреваться. Лыжники работают с достаточно большой интенсивностью. То есть работа идет руками, ногами. То есть идут большие затраты энергии и тем самым потоотделение происходит. Штаны, то же самое, белье и второй слой. В этом достаточно для того, этого комплекта достаточно для катания интенсивного. Если вы катаетесь медленно, вы начинающий, лучше всего использовать третий слой одежды. Это так называемые куртки, легкие, тонкие, которые не позволяют воздуху, ну как бы гулять внутри. То есть одевая, вы еще дополнительно как бы утепляете себя. Можно еще использовать специальные безрукавки, спортсмены часто их используют. Для того, чтобы грудную часть прикрыть от ветра, от каких-то осадков дождевых. Значит, куртки не должны быть баллоневые, они должны дышать. То есть воздух должен как бы проходить наружу и внутрь. Значит, кроме этого, нужно защитить от переохлаждения голову, то есть так называемыми шапочками. Они могут быть разных видов, есть повязки, есть специальные шапочки с ушами. Но, как правило, она должна быть легкая, прочная и, ну как бы дышащая, чтобы вы не перегревались. Кроме того, используются еще специальные перчатки для защиты рук. Руки у нас подвержены воздействию встречного воздуха. На морозе особенно нужны специальные перчатки, которые защищают руки. В сильный мороз желательно вместо перчаток использовать специальные рукавички, у которых пальцы находятся близко друг от друга и они тем самым греют себя. И можно этими пальчиками шевелить. Дальше мы с вами, выходя на прогулку, должны помнить, когда мы поедем с горки, нам надо защитить глаза. Если сильный мороз, то глаза могут пострадать. Значит, используются козырьки или практически солнечно-защитные очки. Козырьки лучше, в том плане, что из-под козырька можно всегда смотреть, потоки воздуха идут либо ниже, либо выше. И если идет сильный снегопад, козырек защищает лучше, чем очки. Очки залепляются снегом и приходится их протирать. Дальше, если вы в очках катаетесь и очки вам начинают мешать, вы их убираете на шапочку, тем самым они запотевают. И потом в них нельзя смотреть. Козырек на голове, он постоянно, его не надо двигать. Вы его один раз одели, закрыли лицо и он вам позволяет нормально дышать и прикрывает от встречного ветра. Значит, вот в таком виде лыжник может выходить на тренировку. То есть, на нем специальный костюм, который от холодного воздуха прикрывает. У него в руках палки, на руках перчатки и в руках лыжи. Лыжи носятся следующим образом. То есть, одна лыжа к другой прикладывается вместе и переносится вот таким образом в руке. Можно ее с внешней стороны, чтобы пальцы не цепляли скользящую поверхность. Значит, после того, как вы вышли из помещения, из теплого, вы не должны сразу вставать на лыжи. Вы должны дойти до чистого снега. Если вы встанете на снег, который грязный, на котором ездили машины, там, ну, как бы он не чистый. Лыжи у вас после этого грязного снега ехать не будут. Вы должны дойти до чистого снега, встать там на лыжи и продолжить катание. Или начать катание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!